Я нашел у себя в архиве записи моих библейских бесед на первое послание апостола Иоанна, прочитанных в храме апостола Фомы на Кантемировской в конце 2009-го, начале 2010-го годов. Это имело место сразу после мученической кончины отца Даниила Сысоева. Иоанна, новый настоятель храма, отец Иоанн, попросил меня продолжить библейские беседы, которые вел отец Даниил. И для самого отца Даниила эти беседы были очень важны, он их вел по четвергам. И, конечно, это была, с одной стороны, огромная ответственность, с другой стороны, я помню, как накануне прослушал беседу отца Даниила в аудиозаписи. И, конечно, приуныл, потому что я понял, что я так провести ее не смогу, даже близко не смогу. Тем не менее, я постарался восполнить мой личный недостаток толкования святых отцов, чтобы познакомить слушателей с ними. И поэтому, мне кажется, что эти записи, они могут быть и сейчас небезынтересны, потому что там представлены именно сататические толкования по большей части. Вот, и я решил опубликовать вот эти беседы. Сегодня публикую беседу на первую главу из этого послания. Должен сказать, что это только аудиозаписи. Видео не снимали, и даже фотографий из тех бесед у меня нету, кроме вот одной такой, которая была снята после беседы. Ну, в качестве видеоряда я поставил видеозапись с другой моей беседы, примерно в те же годы записанной, при Святой Тройской Сергиевой Лавре. Я в то время был мирянином, поэтому и видео взял тоже с тех времен. Ну, а когда в мае 2010 года я уже был рукоположен у Сан-Дьякона и получил место служения другое, соответственно, в храме на Кантемировской продолжать беседы уже не мог. И там их продолжил впоследствии отец Олег Стеняев. Поскольку видео взят у вас другой беседы, разумеется, будет рассинхрон. Ну, тут уж ничего поделать нельзя, а видео здесь просто в качестве иллюстрации. Может быть, кому-то эти беседы на первое послание апостола Иоанна окажутся полезны. Так что желаю приятного просмотра. Перейдем к первому посланию апостола Иоанна Богослова. Как говорил блаженный Августин, в этом послании более всего восхваляется любовь. Апостол Иоанн многое сказал, и почти все это было о любви. И вот сегодня мы разберем первую главу, небольшую. Апостол Иоанн пишет в начале этой главы о том, что было от начала, что мы слышали, что видели очами нашими, что мы рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни. Здесь вот очень важны эти слова, потому что они показывают, что наша вера основывается на свидетельстве очевидцев. В отличие от других вер. Например, в свое время Будда, который он раньше исповедовал с юности индуизм, а затем он ушел из индуизма и полемизировал с ним, и он изобрел свою религию. И вот он когда полемизировал с индуистами, надо сказать, что индуисты признавали некое божество, единое, верховное. Конечно, они представляли о нем совсем иначе, чем христиане, о боге, но тем не менее у них была такая идея. А Будда совсем отвергал идею о том, что может быть единый бог-творец. И вот он, в частности, когда объяснял одну из причин, почему он отвергал это, он говорит, что если посмотреть все эти священные книги индуистов, которые написали разные тамошние ученые и наставники, то не найдешь никого из них, кто бы видел само это божество, которое он проповедовал. Если идти от начала, от самых поздних до самых ранних, самых древних, то не найдешь ни одного из них, который бы говорил, что он видел того, о ком он проповедует. И этот аргумент может работать в отношении разных ложных религий. Но вот здесь для нас важно, апостол Иоанн говорит нам, что наша вера восходит к тем, кто видел, и не только видел, но и осязал своими руками. И здесь Блаженный Августин так толкует это. Он говорит, как можно осязать руками Слово, если не потому, что Слово стало плотью и обитало с нами. Он говорил, что только сердцем можно увидеть Слово, плоть же видна и телесным очам. И Слово поэтому стало плотью, которую мы можем видеть, чтобы исцелилось в нас то, чем мы можем увидеть Слово. Это такая очень возвышенная мысль, то есть, что Господь как раз принял плоть ради того, чтобы наша плоть была исцелена. И именно потому, что Господь принял плоть, апостолы могли осязать его. И поэтому апостол Иоанн говорит, что мы свидетельствуем о том, что не только то, что мы слышали и видели очами нашими, но и то, что осязали руки наши. Следующий стих. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам жизнь вечную, которая была у Отца и явилась нам. Ибо жизнь и явилась. Здесь, по словам святого беда достопочтенного, апостол имеет в виду ту жизнь, которая говорится в Евангелии. Господь говорит, я являюсь в воскресенье и жизнь. И та жизнь, которую воплоти Господь явил своими чудесами. Жизнь блаженная, жизнь божественная. Преподобный Иустин Попович говорит, только одна жизнь достойна своего названия. Та, которая не прекращается, которая не умирает, но господствует над смертью и через воскресенье возводит к вечности. И эта жизнь впервые появилась в человеческом мире с Богом, Человеком Христом. Далее, святой апостол Иоанн говорит, мы свидетели, называет нас свидетелями. И здесь, как отмечает блаженный Августин, употребляется слово «мартирес», то есть «мученики». Это обычно переводится на русский язык «мученик» это слово, но оно означает буквально «свидетели». И далее, он говорит, это значит, что Иоанн сказал, мы видели и мы являемся мучениками, ибо те, кто нес свидетельство на основании виденного собственными глазами, и те, кто нес свидетельство на основании слышанного от видевших, из-за того, что их свидетельство было неугодно тем, против кого оно звучало, претерпели все, что претерпели мученики. Мученики – это свидетели Бога. Далее, в третьем стихе говорится о том, что мы видели и слышали и возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И вот Блаженный Августин говорит, что они видели, а мы не видели. Какое общение мы можем иметь с ними? В чем наше общение? Он говорит, наше общение в единстве веры, то, что мы содержим ту же веру, которую они нам передали. Через это мы являемся общниками с апостолами. И далее говорит апостол, наше общение с Отцом. Вот как святитель Феофан Затворник объясняет эти слова. «Последняя цель нашей жизни – это живое общение с Богом. Для сего и Сын Божий воплотился, чтобы возвратить нам это богообщение, потерянное грехопадением. Через Господа Иисуса Христа, Сына Божия, мы вступаем в общение с Отцом и таким образом достигаем цели своей». Также, по словам святого беда, вот этими словами об общении, апостол Иоанн явно доказал, что кто желает иметь общение с Богом, должен прежде всего соединиться с церковью, научиться той вере, которую апостолы восприняли от самой истины, пребывавшей во плоти, и исполниться ее таинствами. Далее говорит апостол, «И это пишем вам, чтобы радость ваша была полна», или, как в другом переводе, «чтобы радость ваша была совершенна». Преподобный Иустин Попович объясняет так эти слова. «От этой жизни во Святой Троице, от этого общения с Отцом, Сыном и Святым Духом, человеческая сущность исполняется истинной радостью, которая есть не что иное, как божественное блаженство. Без него человеческая сущность исполняется печали, горищи, несчастья, нищеты. Без этого блаженства она не может не наполниться смертью и, прежде всего, грехом. Общение со Христом, который помогает в стяжании святых добродетелей, наполняет человеческую сущность неописуемой радостью, изгоняя печаль, которую вносит грех, и страх, который приносит смерть». Правая вера – это, конечно, самое первое условие для того, чтобы соединиться с Богом. Без правой веры Богу угодить нельзя. Другое дело, что одной веры недостаточно, как мы уже знаем, как мы уже говорили. Необходима и жизнь по вере. Необходимо делами доказывать, что ты действительно христианин. Потому что если ты просто признаешь догматы, но не исполняешь заповеди, то ты не христианин. И признание этих догматов тебя не спасет, если ты нарушал волю Божию. И, напротив, если ты совершаешь добрые поступки, но не имеешь правой веры, то эти добрые поступки тоже тебя не спасут. Спасает Христос через наше согласие, которое выражается, во-первых, правой верой, а во-вторых, нашей жизнью по его заповедям. Далее говорит святой апостол, и вот обетование, которое мы слышали от него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Бог есть свет. Святой Анатолий Златоуст говорит, какой именно свет? Свет нечувственный, то есть не тот, который мы видим глазами от лампочек, а свет духовный, просвещающий душу. Такой Бог есть свет. Бог есть свет, и тем, кто соединяется с Ним, Он сообщает соразмерно их сочищению и свое сияние. И говорит, вот это говорит преподобный Симеон Новый Богослов. Поэтому, конечно, когда мы приближаемся к Богу, то мы и сами начинаем светиться вот этим отраженным в наших душах светом Божиим. Поэтому, если мы общаемся или видели в своей жизни святых людей, или даже иногда бывает, если мы смотрим и на фотографии, например, святых людей, то видно, что они каким-то внутренним светом светятся. Часто такое бывает. И это именно как раз исполнение этих слов. И поэтому преподобный в Арсенофии Великий говорит, что как Бог есть свет, то и святые Его, праведники Его, они тоже становятся светилами. Ну и вернемся к посланию апостола Иоанна. Он говорит, если мы говорим, что имеем общение с Ним, то есть с Богом, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Здесь, видите, здесь вот та же самая тема, которая была и в 58-й главе пророка Исаии, которую мы затронули чуть раньше. То есть все то же самое. Там люди говорили, что они приближаются, хотят приблизиться к Богу и хотят познать Его, а при этом не поступали по заповедям Божьим, то есть ходили во тьме греха. И здесь вот святой Иоанн Богослов описывает это тоже самое явление. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Тьмой, как святой Беда достопочтенно толкует эти слова, тьмой он называет грехи, ереси и вражду. Одно исповедание веры недостаточно для спасения, если нет также добрых дел, но и праведные дела бесполезны без веры и простоты любви. Ведь тот, кто хоть в чем-либо подпадет под власть тьмы, не может иметь общение с тем, кто не имеет никакого порока. Вот здесь как раз ответ на те недоумения, когда люди говорят, ну как же там вот люди не спасутся, если вот они веры православной не имели, ну вроде бы они нам ничего плохого не сделали, а может быть даже помогли, были вроде бы такими хорошими, достойными людьми. Или с другой стороны, что вот там человек жил плохо, но все-таки он был православный, крещеный, жил, правда, по греху и продолжал всю жизнь совершать грех, и не желал от него отказываться, но вроде бы все-таки он называл себя православным. Вот и то, и другое человеку не поможет, потому что он дал место тьме, он же ходил во тьме, поэтому не было места в его сердце для света. И вот святая беда как раз объясняет, что мы не должны подпадать под власть тьмы ни с какой стороны, ни со стороны веры, ни со стороны дел. И то, и другое у нас должен быть свет. Далее преподобный Иустин, толкуя эти же слова о тьме, он говорит, что кто живет во грехе, в живой тьме, тот не знает, куда идет. Каждый грех втягивает человека в царство греха, в смерть, и каждая тьма втягивает в царство тьмы, ад. И в царстве смерти и тьмы один царь и господин, это дьявол. «Если же ходим во свете, продолжает апостол, подобно как сам он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Преподобный Максим Исповедник объясняет эти слова так. Он говорит, что если мы по добродетели и ведению, то есть правому знанию о Боге, находимся в Боге, как в свете, то и сам Бог пребывает в нас, как свет. Преподобный Юстин, говоря о другой части этого стиха, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха, говорил, что кровь в Бога Человека Христа, которая изливается непрестанно, очищает от всякого греха и все объединяет, все сочленяет в Его, Богочеловеческое тело, Церкви. Его пресвятая кровь очищает, омывает и руководит к святости, к истине, к правде, к любви. И человеческая сущность наша просвещается и озаряется неописуемой чистотой и блаженством. Вот это то, как сам святой описывает действия благодати и следствия того, о чем говорит апостол Иоанн. Поэтому эти слова дороги для нас, что мы можем от очевидца и от того, кто сам это на опыте испытал, от преподобного Иустина, услышать, каким плодам приводит то, о чем говорит святой Иоанн. И не просто услышать, но из этого взять для себя убеждение и удостоверение, что идя по этому пути, и мы достигнем того, чего достиг преподобный Иустин. Далее, восьмой стих. «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Это самое страшное, когда человек отказывается признавать свой грех. Это то, из-за чего произошли такие тяжелые последствия от грехопадения Адама. Ведь Господь не сразу же, когда Адам и Ева согрешили, они уже нарушили его волю, уже согрешили. Господь мог бы сразу сказать, что все, пошли вон из рая. Но Господь дает шанс. Он спрашивает, Адам, что ты сотворил? Он спрашивает, это не для того, чтобы узнать, потому что Бог и так все знает, а для того, чтобы помочь Адаму покаяться, чтобы помочь ему исповедать грех свой. И святые отцы говорят, что если бы Адам тогда сказал, это же все еще в раю происходило, если бы Адам сказал, что вот, прости Господи, я согрешил, каюсь, не было бы изгнания, Господь простил бы его. Но Адам что говорит? Жена, которую ты мне дал, она мне дала, и я ел. То есть, он говорит, не имею я греха, это вот она, а в конце концов, и ты, и ты же мне ее дал, так что ты сам виноват. Понимаете? И человек, который находится в таком состоянии, это, конечно, самое страшное, потому что он закрывает за собой двери, через которые он мог бы выйти к спасению. Вот это самооправдание, это самое страшное. Отец Данил Сосоев часто это говорил, и святые отцы говорили, что хуже самого греха может быть только оправдание греха. Потому что когда человек согрешил, он знает, что он грех, он может покаяться. Когда человек оправдывает грех, он закрывает себе путь покаяния, он говорит, а это никакой не грех, а все нормально, я ничего плохого не сделал, я так и должен был поступить, я поступил правильно и так далее. Все. Это значит, как апостол Иоанн говорит, что если мы говорим, что не имеем греха, то мы обманываем самих себя, и истины нет в нас. Мы живем по лжи. И вот как святые отцы толкуют это. Блаженный Августин говорит, значит, если ты исповедуешь себя грешником, то есть в тебе истина. Видите, как он показывает с другой стороны слова апостола Иоанна. Если мы говорим, что нет в нас греха, то в нас нет истины. А когда мы начинаем исповедовать свой грех, то в наших сердцах есть истина. А истина, она же есть и свет, Блаженный Августин говорит. И значит, когда ты исповедуешь себя грешником, то ты уже начал просвещаться. Потому что исповедование грехов – это и есть начало просвещения души своей, светом Божиим. И далее вот святой Лукавый Иосинецкий, обращая на эти слова, показывает отличия и заблуждения протестантов. Которые говорят, что достаточно верить, и все, можно говорить, что мы уже спасены. И он говорит, что вот как говорят святые апостолы. А сектанты в гордости духовной считают себя спасенными и чистыми. И святой Кесарий, тоже толкуя эти слова, он говорит, поэтому никто пусть вас не обманывает, возлюбленные. Ибо наихудший род греха – это не осознавать греха. Далее, следующий, девятый стих. Если исповедуем грехи наши, то верен и праведен Бог, чтобы простить нам грехи и очистить нас от всякой неправды. Вот как Блаженный Феофилак толкует эти слова. Бог, говорит апостол, верен. Это тоже, что истинно. Оно означает того, кто своей верностью может и других сделать такими. В таком смысле Бог уверен, а праведен Он в том смысле, что приходящих к Нему, как бы ни были они грешны, Он не прогоняет. И так, тем, которые через покаяние прибегают ко святому крещению, Он, несомненно, прощает грехи, хотя бы они согрешили против Него и против других. И Блаженный Августин говорит, что Бог оставит тебе прегрешения твои, если сам ты всегда будешь недоволен собою и будешь изменяться, пока не достигнешь совершенства. И далее, заключительный стих этой главы, который продолжает ту же мысль апостола, что если говорим, что мы не согрешили, то представляем Бога лживым, и слова Его нет в нас. Почему это значит, что мы представляем Бога лживым? Потому что Господь в Писании сам засвидетельствовал, Он говорит, нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Это сказано у Экклесиаста, 7 главе, 20 стиха. И у апостола Павла в послании к римлянам в 3 главе говорится, все под грехом, как написано, нет праведного ни одного. Если мы эти грехи в себе не признаем, то тогда мы не имеем возможности от этих грехов освободиться. И в таком случае, конечно, когда Бог говорит, что все люди согрешили, а мы говорим, что мы не согрешили, а такое часто бывает, особенно, знаете, у людей маловерующих, малоцерковных. Он говорит, а что, я жил, как все, я больших грехов не делал, мне не в чем каяться. Вот человек, который так говорит, он себе закрывает возможность для того, чтобы обрести изменения к лучшему. Того же самого человека, который говорит, а мне каяться не надо, потому что я грехов не совершал, спросить, а вот ты своей жизнью доволен? Твоя жизнь сложилась так, как ты хотел? Ты живешь в постоянном счастье и в радости или нет? Или у тебя есть, или у тебя гнетут страхи, тревоги, разочарования, обиды, депрессии? А отчего это есть? Потому что грех в нем есть. Потому что это все последствия греха, все это его симптомы. Если есть симптомы, значит, есть и сама их причина. Вот это греховная болезнь. Человек, который отказывается в это верить, например, некоторые люди больные, сильно тяжело больные, они думают, бывает такое, что они думают, что вот если я буду жить, как будто у меня нет этой болезни, ее и не будет. На самом деле ничего подобного. Болезнь, она как была, так и продолжает действовать. И человек разрушает и ведет, если эта болезнь серьезная, то ведет к смерти. А этот самообман, он в реальности даже самому человеку временно не помогает. Потому что совесть человека никогда не дает человеку обмануть себя вот на сто процентов. В глубине души он всегда знает, что это все не так. Поэтому и любая радость его, она всегда омрачена вот этой тяжестью, которая происходит от греха. Самое главное, для того, чтобы мы признали свой грех и отказались от него, чтобы мы поняли, что грех – это не часть нас. Это наш враг, от которого нужно нам отделиться, изгнать его из себя. Но знаете, у каждого такое бывало, что вот смотришь со стороны и кажется, что вот настолько все очевидно, что человек поступает неправильно, что он совершает ошибку, он делает грех. И что он сам, главное, мучается от этого греха. Но вот почему же он сам этого не видит? Со стороны часто это можно наблюдать. Почему он сам этого не видит? И почему мы сами не видим в себе этого? Потому что в действии греха есть вот некоторое свойство, ослепляющее разум. Знаете, вот это как у пиявки. Они когда присасываются, они сначала впрыскивают некое вещество, которое как бы делает обезболивающее. То есть человек не чувствует, что они присосались. Именно поэтому то же самое и с грехом. Он воспроизводит такое действие, чтобы его самого не видели. Он все время находится в тени нашего разума. Потому что вот это то самое ослепление, это та самая тьма, о которой говорит апостол. Что вот в той тьме, в которой ходят люди, которые живут по грехам. И здесь, конечно, тоже каждый из нас может убедиться. Если поверить Богу, например, сказано, не делай так-то. Человек иногда говорит, а я не чувствую, что это грех. Я не чувствую, что от этого надо отказаться. Вообще, это начинается тысяча оправданий. Но если поверить Богу больше, чем себе, и сказать, ладно, я попробую от этого отказаться. И вот человек отказывается от греха. И он живет без этого греха некоторое время. И наступает просветление в уме. И у человека все остается на свои места. И он говорит, как же я раньше этого не видел. Как я раньше этого не понимал. Ну, вернемся, вот послушаем, как толкует преподобный Иустин Попович вот эти слова. Что если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым. И слова его нет в нас. Преподобный Иустин говорит, что Христос пришел в мир, потому что мы грешные, связаны грехом и смертью. Признавая греховность нашу, мы признаем и нужду в спасении и освобождении от греха. Человекопоклонники говорят, мы не имеем греха и, следовательно, не имеем нужды в спасителе, поскольку он нас не от чего спасать. Если мы его имеем какой-то недостаток, мы его ликвидируем посредством культуры, науки, просвещения и технологии. В целом, Бог для нас не необходим. Это как раз преподобный Иустин Попович обличает современную культуру, которая вся построена на поклонении человеку. И современная психология во многом построена на том, что человек нормальный, человек может сам справиться со своими проблемами. И многие учения популярные среди современных людей говорят, что человек изначально хороший, у него все в порядке. И на этом пытаются строить какие-то способы избавления от последствий греха. Но способы безуспешные, потому что грех остается и продолжает свое развитие. Как если бы, например, человеку, у которого есть язва, которая гноится и которая дурно пахнет, и он бы употреблял деколон или духи, чтобы перебить запах. Но язва продолжает свое действие. Она этим не лечится. Исцелить ее может только Господь Иисус Христос. Первый вопрос о том, что написано, что группа людей поддержала инициативу и подала иски в прокуратуру о признании Ветхого Завета экстремистской литературой. Они исходят из того, что Бог не может быть таким жестоким. Ну, конечно, это чепуха, и этого не будет. По крайней мере, не в ближайшие годы. Что же касается содержания, того, что Бог не может быть таким или Бог не может быть сяким, я помню, как отец Даниил часто отвечал на все эти вопросы, что мы можем себе представлять Бога каким угодно, но Он от этого не поменяется. Бог таков, какой Он есть на самом деле. В Библии Он показывает то, каков Он есть. И если мы будем предпочитать свои фантазии, пожалуйста, но потом мы встретимся именно с таким Богом, каков Он есть на самом деле, а не с таким Богом, каким мы Его себе напридумывали. Здесь вопрос между выбором истины и выбором лжи, выбором того, что есть на самом деле, и выбором фантазии. Поэтому те люди, которые так говорят, они истиной не интересуются. Им свои фантазии и свои представления ближе. И, собственно, это путь, который ведет в ад. Бог не только любовь, но и справедливость. Причем эти вещи связаны неразрывно. Я благодарю вас за внимание. Прошу ваших молитв. Давайте помолимся. Спасибо. Подписывайтесь на наш канал.